А теперь давайте поговорим о главном. Как же выбирать помощников? Из кого же нам делать киборгов? Может быть, у вас возникнет мысль, что любое насекомое мы можем прямо сейчас поймать, приклеить на него микрофон или камеру и следить, допустим, за родителями или другом, который находится в соседней квартире. Ничего подобного. Это тоже особый труд. Я говорила в начале лекции, что современная наука требует знаний на стыке наук. И для того, чтобы из насекомого сделать послушную лошадку, которую нагрузить высокоточной техникой, мы должны брать только то насекомое, которое идеально знаем. Знаем его строение, знаем его повадки для того, чтобы не было сюрпризов. А то вдруг мы нагрузили насекомое техникой, оно пошло у нас бороться с террористами, и вдруг какой-то щелчок, громкий звук или вспышка света, и насекомое пугается и впадает, допустим, в спячку минут на 20, а может быть, на полгода. Для того, чтобы не произошло таких сюрпризов, мы должны идеально знать реакцию насекомого на любое изменение температуры, изменение окружающей среды, звуки, свет и прочее. Поэтому далеко не каждое насекомое может быть нашим помощником. И еще немаловажно. Грузоподъемность. Есть и жиловозы, а есть легковесы. Поэтому плюс есть летающие и нелетающие. Если мы, допустим, к майскому жуку, который любит полетать, на спинку приклеим микросхемку, а он захочет полететь, микросхемка оторвется. Еще есть особенности. Допустим, очень хорошо было бы использовать стрекозу для наших целей, но оказалось, что стрекоза имеет повадки хищника. В какой-то момент она вроде бы спокойно летает над водой, зависает, но если она видит добычу, она резко пикирует и хватает ее. И вот этот вот резкий бросок вниз приведет к тому, что оборудование может повредиться или попросту слететь. И мы были в недоумении, что же нам делать. Специалисты по насекомым посоветовали, не волнуйтесь, для этих целей прекрасно подходит бабочка махаон. К тому же она гораздо более прекрасна, чем стрекоза. Бабочка махаон обладает спокойными повадками, равномерным движением и зависанием, поскольку она не является хищником, никаких бросков и припадков у нее не будет. И хочется отметить, что некоторые ученые даже в своих исследованиях и в качестве объектов для киборга использовали не только жуков, не только бабочек, стрекоз, насекомых. В принципе, были даже попытки использовать мышку или крысу. Но, опять же говорю, в зависимости от тех задач, которые нам нужно выполнять. Потому что чем более животное совершенно, тем сложнее им управлять. Потому что тем более у них сложный механизм, у них уже более развитый мозг, и их поведение имеет более сложный спектр вариаций на одну и ту же ситуацию. А нам нужна четкий перечень рефлексов. Мы должны четко знать, что на это такая реакция, на другой сигнал другая реакция. Но, тем не менее, вы можете посмотреть на прекрасную мышку, которая тоже может принести пользу для определенных задач. И теперь я хочу вам рассказать о том, как все это можно сделать. Как можно оснастить насекомое, нашего помощника, необходимое оборудование. Один из важных вопросов, как же оборудование прикрепить к живому насекомому? На сегодняшний день прикрепляют микросхемку, вот это миниатюрное оборудование с помощью воска. Чтобы животное не бегало, его нужно обездвижить. Обычно слегка его замораживают, помещая в лед. Потом прикрепляют микросхему к средней части тела. Иногда еще делают для баланса небольшую шапочку. Например, когда оснащали муху, у нее над головой небольшая шапочка. И когда температура повышается, насекомое начинает двигаться и уже оказывается абсолютно экипированным. К чему же мы стремимся в этом направлении? В связи с появлением новых 3D-технологий, 3D-принтеров, мы получили возможность нанесения микросхем непосредственно на объект. Получается такая тонкая гибкая пленочка, которая может принять форму объекта и, соответственно, минимальный вес, минимальные помехи для насекомого. И для нас это было бы идеально, что насекомых можно выстроить так называемый конвейер. Они бы у нас проезжали под специальным устройством для нанесения микросхем. Мы бы на них наносили микросхемы, как показано, с помощью наших моделей. И они бы уже через минуту выезжали экипированными. Вот это наша мечта. Как ее достигнуть? Мы уже начали двигаться к этой цели и попробуем осенью сделать прямой репортаж непосредственно из лаборатории, где выращивают насекомых. И покажем вам, как мы продвинулись в этом направлении. Я могу сказать, что существует ряд сложностей. Чем они вызваны? Мы, как ученые физики, полагали, что эту схему, микросхему, можно нанести так называемый хитиновый слой у насекомого, который находится под его крылышками. Он напоминает немного воск. Но еще раз обращаю внимание, что очень важно знать особенности самого насекомого. И оказалось, что хитиновый слой – это аналог нашей кожи. Также наша кожа позволяет нам адаптироваться к различным условиям окружающей среды. Если мы приходим в баню, и там повышена температура, мы выделяем пот, чтобы сохранить необходимый обмен воды в организме. Также и у животного хитиновый слой осуществляет необходимый водный баланс организма. Если мы на этот слой нанесем нашу схему, она как капсула, как пленочка, заблокирует кожу, и жуку трудно будет дышать и поддерживать необходимый водный баланс. И через какое-то время, если мы эту микросхемку не снимем, то жук может погибнуть. Как решать эти вопросы технологически, как решать эти вопросы биологически, мы об этом вам расскажем осенью. Осенью. Субтитры создавал DimaTorzok